Рената Амароса всего 12,5 лет, но даже в таком юном возрасте, впервые увидев Малену, которая старше Рената почти в два раза, он влюбляется в нее до беспамятства. Привет, друзья! Сегодня я расскажу о фильме «Малена». Приятного просмотра! Июнь 1940 года. Бенито Муссолини только что объявил войну Франции, а маленькому Рената родители покупают его первый велосипед. Запрыгнув на железного коня, мальчишка едет в группе парней постарше, умоляя их принять его в свою команду. Один из них подает сигнал о приближении Малены. Все усаживаются, дожидаясь, когда девушка пройдет мимо них. Запрыгнув на велосипеды, парнишки обгоняют Малену и снова усаживаются на ее пути, чтобы поглазеть на девушку. Малена необычайно красива и лишь одним своим видом вызывает неистовое возбуждение у Рената. Ночью парнишка никак не может уснуть. В его голове крутятся образы Малены. Утром компания мальчишек измеряет свои пипирки. Один из них рассказывает историю, что однажды, прогуливая уроки, он проходил мимо дома Малены, и девушка попросила его сходить за сигаретами. У нее случайно распахнулся халат, под которым бы вообще ничего не было. Парень винит себя за то, что просто взял и ушел, так как думает, что это был намек со стороны Малены. Впервые Рената решает прогулять школу. Сев на велосипед, мальчик отправляется к дому Малены, устроившись напротив него. Дверь открывается и на крыльце появляется Малена, попросив Рената сгонять за сигаретами. Протягивая ему деньги, девушка роняет монеты на землю. Но это были всего лишь мечты Рената. Мальчик выкрадывает костюм отца и относит его к портному, чтобы тот перешил его под Рената. Когда парнишка приезжает домой, получает от своего отца, который узнал о том, что Рената прогулял уроки, да еще и украл его костюм. Мальчику стыдно ходить в коротеньких шортах, за что над ним постоянно смеются его друзья. Отец Рената дает обещание, что как только наступит день, когда Муссолини кто-нибудь проломит голову, он купит мальчику брюки. Ночью Рената сбегает через окно своей комнаты. Дойдя до дома Малены, парнишка взбирается на дерево, ветви которого растут у стен дома девушки. Рената вытаскивает одну из клепок в ставнях. Через отверстие парнишка наблюдает за Маленой, которая лежит на кровати и слушает новости по радиоприемнику, ведь муж девушки ушел на войну. На следующий день Рената снова подглядывает за Маленой, вернувшись сюда и ночью. Поставив пластинку, девушка начинает танцевать, взяв фотографию своего мужа и прижав к себе, представляя, что ее муж Нина находится рядом с ней. Утром Рената отправляется в магазин, где покупает точно такую же пластинку. Перед сном мальчишка включает ту же самую песню, начиная представлять, что Малена входит к нему в комнату. Он осторожно трогает девушку, после чего раздевает. Банда озабоченных юнцов снова дожидается девушку, чтобы поглазеть. Рената под предлогом того, что ему нужно срочно ехать, покидает ребят, а сам едет в город, чтобы проследить за Маленой. Проходя по центральной улице, девушка приковывает взгляды окружающих. Продолжая следить за Маленой, Рената узнает, что девушка посещает чужую квартиру. После школы мальчик снова встречает Малену на центральной площади. Местные жители шепчутся о девушке, считая ее куртизанкой. Набравшись силы, Рената решает пройти навстречу Малене, но девушка не обращает на него никакого внимания. Проследив за ней, Рената узнает, что Малена снова приходит в ту же самую квартиру. Решая разобраться, к кому же приходит девушка, Рената взбирается на ворота, обнаружив, что Малена навещает своего глухого отца, учителя латыни, что мальчика очень радует. Ночью Рената занимается кексом с Маленой, правда без участия самой девушки. Скрип пружин не дает уснуть отцу, который кричит на мальчика, что тот скоро ослепнет от своего занятия. Утром на всеобщей зарядке Рената узнает от друзей новость, что мужа Малену убили на войне. На центральной площади собрания, где эту новость объявляют всем жителям, выражая сочувствие Малене, Рената отправляется в квартиру отца Малены. Взобравшись на балкон, парнишка замечает девушку, которая лежит на кровати и оплакивает смерть своего мужа. Войдя в комнату, Рената садится рядом с Маленой и целует её в губы, после чего обещает быть всегда рядом с девушкой. После похорон Нина по городу начинают расползаться разные слухи о Малене. Заступаясь за девушку, Рената делает пакости тем, кто их разносит. Приехав к дому Малены, парнишка крадёт трусы девуш, которые сушатся после стирки. Основательно смазав маслом пружины на кровати, Рената всю ночь занимается кексом с Маленой, правда девушка об этом ничего не знает. Утром в комнату Рената входит отец, обнаружив на лице счастливого парнишке женские трусы. За это мужчина наказывает сына, заперев его в комнате и заколотив окно. Через несколько дней голодовки к дому Рената приезжает доктор. Прослушав мальчика, тот рекомендует выпустить Рената на улицу, так как парнишке необходим свежий воздух. Приехав на велики к дому Малены, Рената обнаруживает странное поведение мужчин в городе. Начались брачные игры за сердцем Малены. В школе на уроке латыни учителю, отцу Малены, приносят анонимное письмо, в котором говорится, что его дочь спит со всем городом. Ночью Рената несётся к дому девушки, где Малена проводит время с военным офицером. Тот настаивает на очередной встрече, ведь с момента похорон мужа Малены прошло уже 10 месяцев. Выходя из дома девушки, офицер встречает местного дантиста, который направляется к Малене свататься. Между ними происходит драка за сердце девушки, что наблюдает Рената. Разборки останавливает жена дантиста, отлупившая мужа и обвиняя Малену в распутстве. Уже утром по всему городу ползают слухи о том, что у девушки сразу два любовника. Придя к своему отцу, Малена не может войти в квартиру, так как мужчина сменил замки на дверях, не желая видеть свою дочь из-за той анонимной записки. Малену собираются судить за связь с дантистом, из-за которой семья доктора распалась. Для своей защиты девушка обращается к адвокату. На вопрос судьи, проводил ли дантист вечера с Маленой, девушка рассказывает, что они встречались один раз, что вызывает голдёж в зале суда. Только вот, по словам Малены, дантист был у неё в гостях не более пяти минут, так как всего лишь приносил лекарства для её глухого отца. Что же по поводу лейтенанта, с которым встречалась Малена, то офицера из-за связи с девушкой перевели в Албанию. А перед этим допросили, где он рассказывал, что их встречи с Маленой носили исключительно дружеский характер, и ничего аморального на этих встречах не происходило. На своём выступлении адвокат произносит, что Малена виновата лишь только в том, что она красива. Из-за этого все ей завидуют, разнося сплетни за спиной девушки. Ночью Рената снова отправляется на наблюдательный пункт. Отмечая правосудие, адвокат танцует с Маленой, после чего начинает приставать к девушке. Малена протягивает ему деньги, но тот выбрасывает их, говоря, что его услуги стоят гораздо больше, умоляя девушку выйти за него замуж, принимаясь стягивать с неё одежду. Досмотреть у Рената не получается, так как ломается сук, на котором парнишка стоял. После этого Малена совсем перестала появляться на улице. В городе ходят слухи, что Малена готовится выйти за адвоката, и парнишка не понимает, как она согласилась. Ведь этот боров никогда не моется, и воняет хуже свиньи. Адвокат едет к своей матери, чтобы получить у неё благословение жениться на Малене. Но женщина прогоняет его, не желая, чтобы эта развратница носила фамилию её мужа. Наступает время, когда Рената наконец-то покупает брюки. По городу в это время снова ползут слухи, что женитьбе Малены и адвоката пришёл конец. Снова проследив за девушкой, Рената выясняет, что она встречается с местным мужчиной, который приносит еду Малене, так как девушке никто в городе не продаёт продукты, а также не берут её на работу. За сумку с мухой и хлебом мужчина хочет получить оплату натурой. Но налёт авиации противника заставляет всех прятаться от бомбардировки. Из-под завалов разрушенного дома достают тело отца Малены. После похорон Рената снова идёт наблюдать за девушкой. Ночью к её дому подъезжает автомобиль. Кто-то из местных привозит Малене сигареты и кофе, за которые девушка отдаётся. Мужчина обещает приезжать каждый вторник, на что Малена просит не забывать привозить продукты. Утром на центральной площади появляется девушка. Она состригла свои длинные волосы и перекрасилась в шатенку, отчего стало ещё красивее. Она садится за столик и достаёт сигарету, тут же собрав вокруг себя мужчин, протягивающих огонёк. Рената представляет, как он спасает Малену от этих туземцев. Спустя ещё некоторое время мальчик замечает Малену в компании немецких офицеров. Представляя, как девушка обслуживает офицеров вермахта, Рената теряет сознание. Мама мальчика считает, что в Рената вселился демон, поэтому приглашает экзорцистов прогнать духа. Но отец парнишки уверен в том, что Рената просто взрослеет и ему нужна женщина. Мужчина ведёт Рената в бордель, где все девушки ему напоминают Малену. Среди них он замечает одну единственную, которая сразу привлекает его внимание. Под звуки взрывов мальчик становится мужчиной. На центральной площади города приветствуют союзников, раз уж город будет освобождён от немцев и коллаборантов, женщины решают отомстить Малене. Они вытаскивают её на площадь и принимаются избивать, после чего состригают волосы на голове девушки. Наиздевавшись над Маленой, они её прогоняют. Проследив за ней, Рената выясняет, что Малена покидает этот город. Спустя некоторое время приезжает Нина, муж Малены, который якобы погиб на войне. Нина потерял руку, а затем попал в плен. Теперь же, вернувшись в город, офицер не может найти свою жену, и никто не может ему рассказать о том, что произошло, а в их доме уже расположились беженцы. Взобравшись на уже знакомое дерево, Рената бросает письмо Нина, в котором рассказывает о том, что Малена была ему верна всё время. В её жизни много что произошло, но всё это время Нина считали погибшим. По словам Рената, девушка уехала в Мессину, это всё, что он знает. Сев на поезд, Нина отправляется за ней. Проходит ровно год. В городе кипит размеренная жизнь. Все жители замирают, увидев на центральной площади Малену с её мужем Нина. Девушка Рената не понимает, почему все так уставились на Малену. Девушка приходит на местный рынок. Женщины, что избивали её год назад, решают с ней заговорить, поздоровавшись. Малена здоровается в ответ. В этот момент женщины предлагают девушке купить овощи с хорошей скидкой. А кто-то даже протягивает Малене пиджак, предлагая расплатиться тогда, когда у неё будут деньги. Появляется Рената, снова начиная следовать за девушкой. Малена направляется в сторону дома, но уроняет сумку, из которой высыпаются фрукты. Подбежав к ней, Рената помогает собрать всё в сумку, после чего желает Малене счастья. На этом фильм заканчивается. Спасибо за просмотр и до встречи на канале.